Ты осягла Мы восносим свое имя, имя выше свете Ты осягла Аллилуйя Ты осягла Ты осягла Ты великий, все могущий, всех решителей и сварей Ты осягла Бог, наша сила, повелитель всех времен Мы восносим твое имя, имя выше всех времен Имя выше всех времен Имя выше всех времен Твоё имя высшее. Имя высшее всех имен. Имя высшее всех имён. имя выше имя выше всех имен имя выше всех имя имя выше твою имя твое имя выше господь мы поднимаем твое имя прославляем тебя господь аллилуйя аллилуйя а ты нужен нам господь ты нужна больше господь аллинное нам нужно твое присутствие аллилуйя во сми господь наше дыхание возне наш вз Circuit crete господь мы посвящаем себе господь себя снова и снова аллилуйя аллилуйя господь возьми наше сердцебиение только для тебя господь мы для тебя господь ради тебя господь аллилуйя посвящая ему свою жизнь посвящаем близко он рядом его присутствие вокруг себя аллилуйя аллилуйя господь будь во мне возьми мое дыхание мое сердцебиение цель ближе чем желания мои и от близости важнее не сильней и жажду быть во всем твои возьми мое дыхание мое сердцебиение стань ближе чем желание мои мое дыхание мое сердцебиение стань ближе чем желание мои и от и дыхание нет близости важнее цене и сильнее я жажду быть во всем твои мое сердце бог мое сердце бог расстояние мое сердце бог между мной и тобой я дышу в тебе заменяешь мне и 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 Возьми мое дыхание, мое сердце биенье, Ближе, чем желания мои. Нет близости важнее, сильнее и сильнее. Я жажду быть, я жажду быть Твоим. Возьми мое дыхание, мое сердце биенье, Ближе, чем желания мои. Нет близости важнее, сильнее и сильнее. Я жажду быть, я все жду быть Твоим. Возьми мое дыхание, мое сердце биенье, Ближе, чем желания мои. Нет близости важнее, сильнее и сильнее и сильнее. Нет близости важнее, сильнее и сильнее. Я жажду быть во всем Твоим. Моя дыхание, мое сердце биене, сильнее и сильнее. Господь, драгоценный, спасибо тебе. Снова и снова провозглашаем Твое царство. Твое царство, Твое царство. В этом безумном мире провозглашаем Твое царство, Господь. Ты правишь, Ты царствуешь. Ты царствуешь в нашей жизни, в жизни этой церкви. Ты царствуешь в этом городе, в этой стране. Иисус снова и снова провозглашаем Твое царство. Аллилуйя. Да, 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 друзья мои. Аллилуйя. 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 Мы должны понимать, чье это царство. Люди мои милые, милые мои драгоценные. Ой, как же хорошо-то нам быть вместе. Ну что, у нас удивительный день. Давайте сейчас мы будем благословлять детей. Дети, дети, дети. Кто принес детей на благословение, будьте любезны, драгоценны, выходите. Восторг, восторг. Друзья, давайте, может быть, присядем пока. Зал присядет. Рады. И представляете, сегодня так же моего внука благословляют. Вот, моего. А он в пробке. Они говорят, как же так? Ну ладно, Вадим, значит, как-то оторвем от проповеди. Попробуем. Ну что, друзья, мы видим вас всех. Так, как мы помолимся со всех? Хорошо, дорогие. Как вы назвали своего? Даяна. Даяна, девочка. Ага, классно. Мария. Мария, класс. У вас Тимофей тоже? Димит. 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 Димит Максимович. Какое-то болгарское такое у вас имя. Ага, вы? Яночка. Яна. Яна. Классно. Ну что, друзья, мы детей не крестим. Я всегда об этом говорю. Мы детей благословляем. Благословение – это когда Господь свое лицо поворачивает к детям. В принципе, он всегда повернут к детям. Всегда. Но мы, как люди, мы провозглашаем благословение. Благословение на семью, благословение на детей. Друзья мои, и мы, конечно, все участники этого действия. Каждый из вас. Каждый, кто в зале. Каждый, как бы, проявляет часть своей любви, своей молитвы по отношению к этим детям, ко всем. Господь да благословит ваших детей. И я молюсь за каждого в отдельности. Господь, благослови эту семью, Отец. Благослови Отца. Благослови Мать. Господь, пусть они будут Господь светом. И я молюсь за их ребенка. Молюсь за Яну, Отец. Благослови. Благослови Твоим благословением. Дай, Господь, с детства послушание, смирение, здоровье Твое, Отец. Да и вырастет Твою славу. Аминь. Улыбнулось мне. Димит. Молимся за Вашу семью. Отец, благослови эту семью. Благослови Мать. Благослови Отца, Господь. Чтоб они были Твоим светом во всем, Отец. Благослови их ребенка. Благослови Димита, Отец. Дай Твое благо, Твое благословение с самого детства. Твоя рука да будет над ним, Отец. Во имя Иисуса Христа, Сына Божьего. Спасибо Тебе, Царь Царей, Господь Госпоствующий. Мы молимся, Господь. Благослови, Отец, Его здоровьем, мудростью. Защити с самого детства, Господь. Во имя Иисуса. Аминь. Господь, благослови семью. Благослови Отца. Благослови Мать во имя Иисуса. Благослови их Отец. Мы благословляем их детей. Благословляем Тимофея во имя Иисуса Христа, Господь. Благослови Его, как ученика апостола Павла. С самого детства, чтобы была рука Твоя над ним. Защита, охрана. Господь мой, Твоя мудрость. Твое смирение, Твое здоровье, Отец. Во имя Иисуса Христа. Благослови Марию, как Мать Иисуса, Господь. Благослови Твоя рука на дне, Отец. Во имя Иисуса Христа. Благодать, истина, здоровье, послушание, мудрость, Господь. С самого детства. Защита во имя Иисуса. Аминь. Благослови отца, благослови мать, Отец мой, благослови ребенка. Даяну, Господь, благослови Даяночку. Защита Твоя, охрана Твоя с самого детства. Мы провозглашаем, Господь, Твою защиту. Господь, мудрость с самого детства, здоровье, благословение. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Слава Богу, друзья. Ну что, дети, это всегда благо. И вы можете потихонечку спускаться. И подарочки там у кого есть, кто что-то хочет подарить, пожалуйста, выходите. Друзья мои. И некий конфуз. Потому что мой-то внук не приехал. Как же так? Давай. Будем тянуть время. Ну нет. Нет, на самом деле, даже вот так вот, пока их нет, мы даже говорим, сегодня Рындичи внука благословляют вам, Давида Рындичи благословляют. Мы даже забыли, что он не ваш. А как будто бы у вас еще появился сын. И поэтому мы ждем этот торжественный момент. Я думаю, все прекрасно. Давайте помолимся, кто идет в школу. Дети, в школу. Умные самые подростки, благословен до тысячи родов. Кто идет в школу? Дети, встаньте, пожалуйста. Хорошо. Родители, у кого идут у вас дети в школу? Давайте. Институт, университет. Вы идете учиться в мирские вот эти места, где вам нужно сиять. И мы особенным образом прямо сейчас. Вот детишки. Все? Вы там все? А что сидим? Вот так. Давайте. Встаем, встаем. Привыкаем. Школа. Все. Учитель пришел. Мы поднимаемся, поднимаемся. Оценочки. Двойки, тройки и пятерки. Вот. Папочка драгоценный. Мы молимся за каждого человека. У нас в церкви. Кто сейчас идет в школу, Господь. В университет. В любое учебное заведение. Мы молимся, Господь, чтобы ты удивительным образом хранил их, Господь, там. Чтобы они там сияли и были благословением для того места, где они учатся. Господь, мы молимся. Во имя Иисуса Христа провозглашая Твое Царство в их жизни. Там, в этой атмосфере мирской. Пусть они сияют, Господь, и правят, и царствуют. Господь, во имя Иисуса Христа провозглашая Твое Царство. Дай мудрости. Дай мудрости родителям, Господь. Удивительное время, Господь. Терпение, Господь, чтобы во имя Иисуса Христа они продолжали там благословлять и сиять. Мы разрушаем всякие вирусы, мы разрушаем всякие болезни. И мы говорим, они пройдут удивительный год. Год Твоей. Слава, Господь, для того, чтобы прославить Тебя там, где они есть. Во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь, аминь. Аллилуйя. Оценки нужны. Не для того, чтобы показать, что вы умные в том числе. Вы должны к своим оценкам относиться как к тому, что вы посещаете церковь. И вы приносите славу церкви хорошими оценками, нормальным поведением. И вот этой речью без мата, речью чистой и уважением к учителям. Вот как вы уважаете пасторов в церкви, как вот вы там такое почтение. Окажите почтение учителям. Давайте. Успели все-таки. Успели. Муж всех благословили, но остатки сладкие. Ну, можно держать так. Давайте помолимся. Ну что, друзья, давайте помолимся за моего внука. Вот. И я первый раз тоже, дедушка. Первый раз в жизни. Господь, благослови эту семью, семью Савельевых. Андрея, Ульяну, Господь мой. Мы провозглашаем Твою руку над ними, Господь мой. Провозглашаем кровь Иисуса Христа, Господь, над ребенком. Благослови Давида, Господь мой. Чтоб он был как царь Давид, отец. Был благословен во всем, отец. Чтобы вел народ Израиля, Господь мой. Чтобы вел за собой народ, Господь мой, в истину Твою. Защита Твоя, охрана, мудрость Твоя, Господь, во всем. Мы молимся во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Благословен. 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 Вы знаете, и у нас произошло такое событие, как раз на днях, у нас, знаете, в семье прибавился недавно мальчик, и один в нашей семье мальчик ушел. У нас ушел на небеса Папа Веры, для нее это скорбь как раз, всего пару дней назад, позавчера, да, Вера? Позавчера. Вот, кто-то его помнит, Николай Иванович, от коронавируса, вот так вот. И поэтому, кто не верит в коронавирус, меня недавно тот спросил, говорит, ты знаешь хоть одного? Я говорю, у меня уже многие просто умирают. И вот так внезапно, здоровый совершенно мужчина, 82 года, был на помолвке моего внука. О, сына, простите, заговорился на помолвке. Сына был, читал стихи в здравом уме, раз, пневмония, и сгорел буквально за несколько дней. Для нас, конечно, скорбь для семьи, но еще раз, друзья мои, говорю вам, старайтесь все-таки ходить в масках, придерживайтесь социальной дистанции, особенно старики, они очень быстро уходят. Ну что, на этой грустной ноте закончим, но, Вадим, я знаю, ты всегда вдохновляющий проповедник, поэтому твое слово. Аллилуйя! А на пророческе, на свадьбе твоего внука мы еще погуляем, но помолвки, твоего внука. Ух, у нас же все хорошо, со здоровьем у всех, а меньше же. Ну что, драгоценные, вот такая вот атмосфера прямых эфиров, атмосфера живой церкви, когда здесь кто-то приехал, опоздал. Мы семья, в семье всегда так, в семье всегда. Вот, я не знаю, я бы вас всех обнял, но, как говорится, к счастью, не могу. Вот, поэтому, друзья, папочка драгоценный, благодарим тебя за милость твою, которая всегда превозносится над судом. И сейчас, Господь, дай нам быстро слово разобрать и открой нам ум к разумению Писания, Господь, прямо сейчас во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь, аминь. Если вы помните, последнюю проповедь, которая у нас была в онлайн, я проповедовал о том, что мы подняли поколение детей храма. Это люди, которые ходят и питаются только собраниями. И я говорил и буду говорить, изучайте Писание дома. Сегодня я даю вам задание, все, что сегодня будет сказано, запишите и прочитайте в контекстах. Не просто то, что я просто местописание скажу, а прямо главы из тех мест, которые я буду вынимать. Возьмите главы, перечитайте, пережуйте заново это слово и пусть оно будет у вас внутри. И обязательно, друзья мои, не обязательно, но поставьте в этом году цель изучить кто-то, весь Новый Завет, кто-то дочитать должен Библию. Уже 10 лет ты во Христе, ты Библию до сих пор не прочитал. Вот это, пусть стыд придет в твою жизнь, прям стыд и срам, пусть придет в твою жизнь и ты с первой главы. Вот тебе задание особенное, с бытие до откровения за этот год. Ты должен прочитать Писание, изучайте слово, потому что собрание есть, собрание нет, твоя жизнь остается лично с Господом. Итак, Евангелие от Луки, 15 глава. Мы говорим с вами об удивительном происшествии со двумя сыновьями. И я бы хотел разобрать с тобой это место не в контексте только того, что было, я хочу сконцентрироваться на втором сыне. Потому что очень многие люди говорят, это притча о блудном сыне. Но на самом деле Писание не говорит, что это притча о блудном сыне. Но у кого чего болит, тот о том и говорит. Знаете, у меня товарищ один, я, говорит, был в Таиланде, там кругом разврат. А вот знаете, я был в Таиланде и нет там никакого разврата. Просто надо посещать, ну, не те места, куда тебя тянет. Вот, поэтому не ходишь в места, где проходит разврат, и у тебя и здесь этого разврата не будет. Поэтому, друзья мои, итак, возвращение сына. Сын младший, наделал плохих дел, и мы всегда концентрируемся на том, что сын, вот он плохой. Вот знаете, он настолько плохой, что ж его так хорошо-то приняли. И у нас, особенно у христиан, в возрасте определенном христианском, возникает такое, вот знаете, иногда желание. Я помню, когда мы только начинали реабилитацию, были два вида людей, которые проходили реабилитацию. Кого-то Бог освобождал прям вот так, вот прям раз, как у нас сегодня на первом собрании было слово такое, Бог, он тебя исцеляет, ему как щелкнуть пальцами. Я вот все время думаю, у нас такие образы, что это рвать что-нибудь от бороды. Бог, как будто он пальцами щелкает, чтобы мы исцелялись. Нет, нет, он уже нас всех исцелил, нам нужно принять это верой. Аминь. Это слово Божие. Аминь. Друзья мои, смотрите, какая вещь. Мы видим с вами, что одни, кто был на реабилитации, вот так исцелялись, и все. И у них не было ломок. А кто-то переживает сложные ломки, зависимость, вот это все. И я прямо помню, что те, кто это пережил, ждут, что это начнут переживать другие. У них нужна какая-то, знаете, справедливость. И вот мы с вами точно так же в поисках какой-то мифической, человеческой справедливости хотим, чтобы вот с людьми быстро какие-то происшествия произошли, чтобы месть Господа настигла их. И мы завидуем иногда вере людей, которые только приходят в церковь. Знаете, я прям помню, я пришел в церковь, и первая неделя, и у меня появляется чесоточный зудень, даже такое название какое-то страшное. Но так как это были 90-е, и чесотк, тиф, вши, это было, ну, как бы, приметами того времени. Была такая разруха, было все довольно плохо. И знаешь, и у меня друг мой один, он заболел вот этой вот чесоткой, какой-то клещ, который ест тебя там изнутри, бороздки тебе в руках делает. Я почему показываю? Они у меня вот здесь пошли. А я по-братски брат, ну, знаешь, наобнимался с ним, все хорошо. А он еще церковь не посещал, а мы только покаялись. И вдруг я смотрю, у меня по руке поползли прямо эти ребята. И я к нему говорю, ну, спасибо, конечно, говорю, ну, за подарок на день моего покаяния. Но говорю, и он такой смотрит, ой, все, болеть будешь, теперь у тебя будет две недели какой-то вонючей мазью мазать. Ну, знаете, 90-е, помните, как нас лечили? Если кто помнит, если у тебя вши, то тебе прям стреляют из огнемета в голову, пакет надевают, и ты потом ходишь лысый с какими-то дырками в голове. Ну, вот это вот, как дихлофосом, это было какой-то кошмар, чешут чем-то тебя. Сейчас вон, у нас пришла как-то из садика, у меня псы. Я говорю, ну, что, вроде не лают, но кусают. Какой-то шампунь, б-б-б-б-б, все, нет псов. И вот так бы с собаками у соседей можно было тоже поступить. Вот, но, но раньше было вот так, все было так ужасно. Но я только пришел в церковь, и я сказал, завтра ничего не будет, завтра ничего. Он, я, говорит, тогда в церковь твою прям бегом побегу. Я говорю, ну, Господи, двойной стимул. Вот, ну, и во имя Иисуса провозгласил. Как сказали в церкви, первую неделю ты не сам читаешь, тебе говорят. Ты просто в вере в то, что люди авторитетные, просто говоришь, во имя Иисуса Христа все прошло. Вот, я не знаю, как, что, но он на другой день в церковь пошел по причине того, что у меня все прошло. А он до этого две недели лечился. И вот ты вот такой, и вот ты такой, тебе все прощается, сходит с рук. Ты во Христе первое время. Вдруг потом приходит какое-то время, и что-то как будто происходит с этой жизнью. Она как будто становится сложнее. У тебя приходят какие-то вызовы, тебе для того, чтобы молиться. Ты еще и мазями мажешься. Очень хорошо голова исцеляется, когда ты помолился, партестамол выпил. Так жар вообще точно пройдет. Но, и ты знаешь, и как будто бы что-то происходит в наших взаимоотношениях с Богом. И ты такой вроде, ам, да, да. И в этот момент ты видишь вот этих, которые каются во всех своих грехах, и у них прям реально все отлетает. Прям все проказы, и все пши, и псы, и все остальное. И ты как верующий такой долгий, ты начинаешь как будто бы эти моментики фиксировать, замечать, и с тобой происходит эффект второго сына. Итак, мы читаем с вами. У нас сегодня, как говорится, проблемы со светом. Заметили, что когда я проповедую, бывают такие вещи, поэтому я буду подсвечивать. Итак, Евангелие от Луки, 15 глава, 23 стих. И приведите откормленного теленка, закалите, станем есть и веселиться. Отец говорит своим рабам, приведите откормленного теленка. Чтобы вы поняли, откормленный теленок, это нынешний прообраз дорогого мраморного мяса. Мраморная говядина. То есть там не было такого, что, ну дайте ему макарон, он там все равно рожками этими питался. Дайте ему какой-то жратовой кинти, пусть он это, он пришел там в хлеву, пусть и остается. Нет, был полностью безумный праздник. И ему привели самое ценное, что тогда было. Удивительное животное, наверняка у него было какое-то имя. У меня есть друг, он выращивает телят, общается. Я прямо смотрю с ним, общается, как-то имена гладит. Я говорю, а как ты их потом ешь? Ох, ничего личного. Говорит, все, я вот с ним не дружу. Вот, ну, потому что скажут потом ничего личного. А я потом на корм пойду кому-нибудь. Вот, и, а что, ничего личного. И вы знаете, и в этот самый момент начинается праздник. Праздник был настолько силен, что, что происходит? Он сказал, там, и старший же сын его был на поле. И возвратился, когда приближался к дому, услышал пение и ликование. Вы понимаете, что мы часто эту притчу, ну, это не притчу, это событие рассматриваем. Ну, пришел, ну, там все у него произошло и все. Но радость была настолько велика от нормального человеческого покаяния, что гул стоял до Нижнего Новгорода. Я живу с видом на Кремль. Ну, правда, в пяти километрах. Но, когда в Нижнем Новгороде гуляют, мне слышно, у меня окна трясутся, потому что по Волге долетает. И вот сын утрудился, идет домой, и вдруг, салют, какие-то вещи, бегают люди с едой. О, и прямо праздник. И вот, говорит, слушайте, а что происходит? И смотрите, что он делает. Он призвал одного из слуг. Он призвал, он не пошел. Чтоб ты понял, смотри, он остановился и говорит, а что за праздник? Он не был частью этого праздника, он зовет одного из слуг. И смотрите, момент, он говорит, а тот выбежал, знаете, как это, как слуги, они выбегают, они классные. Он говорит, а что такое? Он говорит, брат твой, ах ты, пришел, отец твой заколол от корленного теленка, потому что принял его здоров. Он осердился, не хотел войти. Он осердился и не хотел войти. Я спрошу вас, бывает у вас такое в церкви, что вы утром собираетесь и не хотите идти? У вас что-то какая-то где-то, затаилась обида, затаилась какая-то тема, которую вы как-то вот держите, вынесли несколько раз, и вы осердились, и не хотели, да что там, опять, опять что, проставление, опять что там, эти вот улыбающиеся лица, там нет любви. И вот эти все вещи, когда у тебя выпрыгивают, знаешь, ты превращаешься в этого человека. Но самое удивительное в этой истории, что отец вышел ему навстречу. Поверь мне, если когда-то ты скажешь, да я лучше в онлайн, да я не пойду, да там что-то так, не так, Бог все равно придет к тебе. Как он вышел к своему первому сыну, отец побежал ему навстречу, обнимал и вернул его обратно, так же отец, он придет. Ты никак, ничем не отличаешься от того человека, который хочет или не хочет идти в церковь. Ты все равно переживешь свое собрание с Богом, но оно будет, может быть, немного другим. Потому что то собрание не было ликованием, оно было, знаете, вправлением мозгов. Вот это так важно. Со мной Бог так часто разговаривает вот именно этим языком, что это просто удивительно. Я как-то раз насобирал себе поездок. Знаете, там я поехал в Казань проповедовать, после Казани в понедельник-вторник, там были выходные ноябрьские, мне нужно было проповедовать в Ярославле. До этого я опять где-то проповедовал, параллельно с этим я там посещаю работу, на которой работаю. И что-то я вот знаете, такой из Казани еду, вот хотите верить, хотите нет, заезжаю домой. Знаете зачем? Одежду поменять, чтобы прямо поехать. Я машину даже, наверное, не глушил. Я переодеваюсь, беру одежду и целую жену, тогда еще, видимо, двух детей, и говорю, ну давайте, вы как-то справляетесь. Я еду дальше. И в Ивановских лесах у меня диалог. Не хочу войти. Я что-то осердился. Я прямо еду, это дорога Ивановская замечательная, всю жизнь мне знакомая. Я еду, говорю, господи, вот как так-то? Как так-то? Я вот тут еду, тут еду, сейчас я весь устал, а как я обратно? И вот это вот нытье начинается. И знаете, у меня в какой-то момент рука с руля, оп так вот, оп, и включается музыка. И прямо Дмитрий Шлитгауэр пророчески начинает прямо орать мне в колонке, и прямо в уши. Время настало светить, время настало гореть. Я выключил, да я понял. Я понял, господи. Он говорит, это время. Ты сам составлял свое расписание. Ты что ноешь? И вы знаете, хопа, и я поехал в Ярославль, два прекрасных дня там провел, попропобедовал, вернулся обратно, все в порядке со мной. Вот что ныть-то было? И знаете, и вот Бог, он обращается к этому парню. Он говорит, выходит к нему и говорит, слушай, он сказал, брат твой пришел, все. Он говорит, осердился. Осердился, а тот, выходя, звал его. Он говорит, пойдем. Он не пошел. Смотрите, что написано в следующем стихе. Он, но, он сказал в ответ отцу. На то, чтобы он, он сказал в ответ отцу. Он долго вынашивал внутри себя определенную доктрину об отце. Он вынашивал доктрину, какой Бог, как ему нужно служить, и как он все это делал по-своему правильно, как он это считал. И он, обращаясь к нему, говорит, так смотри, вот я сколько лет служу тебе. И никогда не приступал к приказанию твоего. Смотрите, какой я молодец, но ты никогда не дал мне козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. Ну, скорее всего, после таких фраз, ну, я делал его, у тебя друзей не было, не с кем было эту козленку и готовить. Но, когда вот, ну, знаете, у правильных людей, которые всегда все делают правильно, очень мало друзей, смыто все, так все, друзья. Вот, не совсем правильно поступаем. Но отец, обращаясь к нему, говорит, послушай, послушай, 30 стих, смотрите, что там написано. А когда этот сын твой расточивший имение, то есть, некая желчь, которая попадает к нам, как к христианам, когда мы начинаем судить своим собственным судом тех, кто рядом сидит, как они живут, как должны жить, как не должны жить. И мы такие весшие мерлычки, и вдруг смотрим, вот этот-то вот, который вот тот-то, да, так а что, машину новую купил, а этот-то, который тот-то, а он это купил, а этот-то, и мы сидим, и в нас вот это горечь. А я-то вот тут стараюсь, а я-то вот здесь, какой я молодец. Он говорит, расточил имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. И 31 стих дает нам удивительно, он же сказал ему, сын мой, ты всегда со мной. Вот знаете, что первый сын, что второй, всегда со мной. Он обращается к каждому из нас, он говорит, да ты всегда со мной, я знаю все твои труды, я знаю все твои молитвы, я знаю, сколько ты старался, я знаю, куда ты переезжал, что ты делал, все нормально, и все мое, твое. Он говорит, да ты можешь брать все, что хочешь, этот праздник, он в том числе твой, ты можешь прийти и быть главным персонажем на этом празднике, потому что да, эти люди ушли, этот ушел, но ты заходи, почему ты ведешь себя, как он, как будто ты собрался куда-то идти, как будто ты живешь в какой-то зависти, что вот он куда-то ушел, и смотрите, как счастливо живет. Зачем ты довел себя сам в своей голове, потеряв эти взаимоотношения со мной, настроил себе каких-то замков, напридумывал себе каких-то полухристианских теорий, и поэтому мы должны с вами в своей жизни все это смотреть и разрушать, друзья мои, прямо просто, потому что мы превращаемся в этих людей, и смотрите, я хочу открыть вам удивительную историю, а почему-то открылся Инстаграм даже без сави-режима. Итак, давайте с вами посмотрим Матфея 13.44. Матфея 13.44, а на дом вы получаете Евангелие от Луки 15 и Евангелие от Матфея 13, обе главы. Аминь? Договорились? Аминь. И все, кто прочитают 13 главу Евангелия от Матфея, сказали? Аминь. Все равно ведь никто не... А все, кто не прочитает, я во сне к вам приду. Мне на днях рассказывали, как один человек во сне кричит. Ой, я приду. Еще подобно Царству Небесное сокровище скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет, и продает все, что имеет, и покупает поле то. О чем это речь? Речь идет о том, что Господь, когда Он приходит в нашу с вами жизнь, Он не покупает вот нас как сокровища. Потому что Писание, объясняя нам, что такое поле, говорит, поле это мир. Это в 37 стихе, но не открывайте. Просто в 37 стихе написано, поле это мир. И когда мы трактуем эту притчу, то мы видим, что Господь, приходящий в нашу с вами жизнь, видит в нас сокровище. Но сокровище скрытое на поле. Потому что, приходя в эту церковь, ты тащишь с собой все поле, которое ты нацеплял в этом миру. Ты тратишь мысли, тащишь сюда свои идеи, свой эгоизм, свое вот это вот безумие, блудливость и всю остальную чушь, которую ты притаскиваешь. И Бог начинает с тобой здесь работать. И делая определенный процесс в твоей жизни, Он находит, наконец-то, то сокровище, которое ты есть на самом деле. И Он покупает поле то. Если вы видели когда-либо, кто-нибудь когда-нибудь картошку настоящую видел, не жареную, не в Макдональдсе, а вот которую надо выкопать. Кто копал картошку хотя бы раз? Ты представляешь, ты же выкапываешь ее и говоришь, благословение Господне обогащает и печали с собой не приносит. Начинаешь ее есть. И после этого к тебе приходит и печаль, и все остальное. Почему? Потому что ты неразумно поступил с тем, что есть. Ты взял картошку, не вымыв, не пожарив, не приготовив ее. То же самое наша с вами жизнь. Мы как картофель. Нас выкапывают с этой грязью, с полем. И вот мы, здрасте, являемся в церковь. И мы с вами начинаем проходить удивительный процесс нашего изменения. И во время этого процесса мы теряем одну важную вещь. Мы теряем вещь, о которой Господь говорит нам в первом послании Иоанна. В первом послании Иоанна, открываем мы с вами его, 4 глава 7 стиха. Давайте читать вместе, прямо вместе с вами. И 1 Иоанна 4, домой наизусть. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. Для того, чтобы стать христианином, тебе нужно исповедовать Иисуса, как своего Господа и Спасителя. Аминь. Аминь же ж. Что еще тебе нужно сделать? В принципе, больше ничего. Дальше мы читаем прямо по тексту. 16 стих, давайте прямо дальше я буду читать. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Мы, приходя к Иисусу, первое, что переживаем, это безусловную любовь Божья ко всему, что нас окружает. Нас окружают наши проблемы, наши трудности, нас окружает наше мирское мышление. Но мы видим, что Бог нас принимает такими, какие мы есть. Он принимает в нас свое царство, и у нас все становится на свои места. По поводу нас праздник, по поводу нас все хорошо. Но проходит какое-то время. В нашей жизни начинаются процессы, процессы нашего с вами очищения. И знаете, что в эти процессы мы делаем? Мы теряем любовь к Божью. Потому что нам кажется, строгость Божья, Божье наказание. Мы что-то придумываем себе, как этот сын. Я всю жизнь тружусь, а вот мне ничего не дали. И мы превращаемся в таких людей, которые, проходя процесс, не понимая, зачем он. Но следующий стих, смотрите, повествует нам удивительную вещь. И любовь до того совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение в день суда. Потому что поступаем в мире всем, как он. Но любовь Божья, она наполняя нас, делает нас удивительными людьми. Она дает нам дерзновение. Дерзновение зайти на ту вечеринку, которая была устроена по поводу младшего сына. Дерзновение прийти к Богу с нашими вот этими грехами и дать ему возможность нас очистить. Дерзновение, и это исключительно его инициатива. Вы должны понять и оставить в своей голове навсегда удивительную историю. Это его решение. Дать вам праведность, это его решение. Привести вас в свое царство, это его решение. Наполнить вас своей любовью, и это его инициатива. Поэтому, когда, есть такое выражение, когда мы делаем шаг навстречу Богу, он делает нам навстречу семь. Я думаю, не совсем так. Я думаю, просто, когда мы тонем или еще что-то, сразу, как только мы обращаемся к нему, как Петр, который сказал, Иисус, я тону. Иисус подошел и поставил его рядом с собой. То же самое наша с вами жизнь. Она окружена заботой Божией. Она окружена фразой, да все мое, твое. Но перестаньте себя сами от меня удалять, говорит Господь. Вот я вижу этот момент, когда мы с вами зачем-то придумываем, что у нас какие-то грехи, которые нас отдаляют. Грехи. В прошлое воскресенье была проповедь. Что нужно сделать с грехами? Исповедовать. И что происходит с тобой в этот самый момент? Бог прощает тебя. Все. Как говорит проповедник, которого я с утра сегодня слушал, он сказал, семь секунд. На грех, для того, чтобы его сделать, нужно больше времени. Но на то, чтобы покаяться, достаточно семь секунд. Но мы должны уметь ощутить внутри себя заново, после любого покаяния, эту же любовь Божью. Потому что превращаясь в детей второго сына, надо же так сказать, превращаясь во второго сына, мы ожесточаемся. В нашу жизнь приходит наблюдение за другими людьми. В нашу жизнь приходят такие претензии к Богу, а вот я служу, а вот ничего не происходит. Послушай. Но Божья любовь, она безусловно к тебе, служишь ты или не служишь. Да, будет разница между теми, кто служит и не служит. Будет разница в определенных благословениях. Но в общем, что Бог поднял тебя, благословил, поставил, чтобы ты шел, это незыблемая истина Божьего слова в любой ситуации. И притча о блудном сыне показывает нам и первый вариант, и второй. И да, мы концентрируемся на первом. Но мы видим, что первый вариант, это тоже уход человека из церкви. Он ушел от отца, он нагулялся, все прогулял, вернулся назад с нормальным покаянием, пришел в себя. А мы часто с вами, ну я по крайней мере, я не знаю как вы, но я затаившийся второй сын. Вот знаете, я сижу, что-то я, вот тут мне это не так, здесь мне нравится, здесь мне не нравится. Да люди уже не те. Послушайте, все, что я понял в своей жизни, когда я вижу, что вокруг люди не те, и что-то не так, проблемы. Вот здесь. Аминь же ж. Аминь. И многие из вас прям так сейчас и подумали, да-да-да, проблемы в тебе. Вот, но правильно ты сейчас указываешь на этого человека. Но, смотрите, я хочу, чтобы ты понял удивительную историю. И Бог, Он направляет тебя, смотрите, Исаев 43, 25. Вот давайте посмотрим, Исаев 43, 25. Я тебе покажу несколько быстрых мест, которые тебе должны, ты должен их всегда понимать, исповедовать и делать. Я, я, вот знаете, Бог имеет право на свое я, и на двойное, и на тройное я. И может говорить истинно-истинно, и лучше тебе с ним не спорить. Я, я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого и греков твоих не помяну. Вы понимаете, что мы должны научиться приносить Богу наше раскаяние. Мы должны раскаиваться. Писание говорит о том, что мы должны уметь каяться. Не просто собирать себе, ну, очередную, очередную сердечную боль. Здесь сделал неправильно, здесь, здесь. Здесь, послушай, сделал, произошло, беги на покаяние. Лучше всего, если ты придешь к людям, которые тебя услышат, которым можно сказать свои грехи. Потому что, ну, иногда мы каемся перед Богом, которого нет. Нет. Ну, и покаяние, значит, нет. Как знаете, бывает такое, господи, прости. Ну, этот, я не говорю об этом формализме. Я говорю о том, что вот тот, кто вот так сказал, я, я сам. Вот к нему вначале надо нормально прийти. Потому что этот сын, он пришел в претензии. Он пришел, да я вот, я вот служу, я вот служу. И он не от, отец не отверг его, не ругал, ничего не делал. Но отец поработал с ним, рассказывая ему, что он ушел от определенных истин, которые он слышал в самом начале. И поэтому я верю, что исцеление точно так же каждый из нас должен переживать, как в первые дни. И если мы не переживаем это исцеление, то мы не совсем поняли до конца. Вот я не знаю, сегодня песня последняя была та же, которая на первом собрании играла. Кто был на первом собрании? Нет? Нет? Песня, там были слова, что Господь, возьми мое дыхание, да? Ну вы же понимаете, возьми мое дыхание, возьми мое сердце, и тогда мы с тобой это, встретимся. Конечно, если Господь заберет у нас все эти, обе эти вещи, мы мгновенно с ним встретимся. Вот, но это просто, ну такой перевод. Но смотрите, что было дальше. Друзья, Римлянам 5.1. О чем говорит нам Римлянам 5.1? Римлянам 5.1 повествует нам об удивительной истории, которую Господь уже в Новом Завете говорит. И так, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Мы поверили, мы примирились. Апостол Павел, обращаясь к нам, он говорит, ребята, я вас умоляю, примиритесь с Богом. И вы знаете, мое для вас послание сегодня, именно для верующих, в том числе, которые давно. Вот сегодня и для тех, кто первый раз, и для тех, кто давно. Ребят, все мы должны каждый раз заново примиряться с Богом. Аминь же, друзья, подростки, заново примиряться с Богом. Я видел вас всех на кемпе. Вы удивительное поколение, вы новое поколение. И реально я увидел, что эта церковь будет иметь большое продолжение и дальнейшие действия, именно потому, что поднимается в том числе ваш вот этот дух. Но вы должны реально с Богом иметь близкие взаимоотношения через Его Слово и через то, что вы именно как люди примете то, что здесь происходит. Аминь же ж. Я обращаюсь, почему туда, они все на балконе сидят. Потому что отступать дальше уже некуда. Дальше уже буфет, буфетное служение, не вздумайте. Ну вот, итак, ну ничего страшного. Итак, Римлянам 5.8, смотрите, там написано. Римлянам 5.8, место, которое ты должен выучить наизусть. Давайте выучим его наизусть. Но Бог свою любовь к нам доказывает. Вы знаете, Библия кричит, он говорит, да я доказываю даже уже тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешники. Продал все, купил поле то. Он доказывает, он от радости об этом сокровище купил все, что у нас есть. Потому что он рассматривает каждого из нас как сокровище. Повернись к тому, кто справа от тебя и скажи, сокровище. Да, 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 сокровище. Видели, как скептически смотрит на тебя в ответ этот человек? Но смотрите, потому что если все повернулись вправо, вы сказали друг другу в затылок. Вот, но, ну, итак, здесь написано, я доказываю, я вам доказываю. Я хочу, чтобы вы были укоренены в ней. Я хочу, чтобы вы понимали, чтобы эта любовь приводила вас к дерзновению. И это историю, которую Господь хочет нам снова и снова принести, сказать, ребят, перестаньте наговаривать на себя, перестаньте наговаривать на того, кто справа, на того, кто слева. Поймите и живите в моей любви. В 22-м псалме Писание говорит, что Он направляет меня на стези правды ради имени Своего. Но поймите, любовь Божья, приход Его в вашу жизнь, это Его инициатива. Ни одного случайного человека здесь нет. Ты не случайно услышал Евангелие. Ты не случайно пришел в церковь. Вообще нет. Ты не случайно стал частью этой церкви. Ты пришел сюда для того, чтобы продолжать строить Царство Небесное. И да, ты криво въезжаешь. Многие вещи делаются неправильно тобой. Но для этого есть покаяние и жизнь дальше. Мы даже с людьми в церкви, мы друг с другом разговариваем языком милости. Потому что Писание говорит, что Бог любит миловать, что Он милость превознес на судом. И я бы хотел, чтобы ты пережил сегодня, мы будем молиться чуть-чуть попозже, но мы будем молиться Богу, который принимает вас такими, какие Вы есть. Он знает, как ты служишь, не служишь, что в твоей жизни правильно или неправильно. Но пойми, ты вообще не случайный человек. У Бога есть план на твою жизнь. Он однажды привел тебе кого-то, кто сказал тебе Евангелие. Он однажды привел обстоятельства жизни, что ты принял его как Господа и Спасителя. И Он доказывает тебе все это своей любовью, принял тебя, дал тебе удивительное будущее. И ты не случайный человек. Он наделил тебя праведностью, но главное пойми, это Его инициатива. Многие из вас думают, как тот сын, я тебе служу, я тут горбачусь на тебя, я в этих полях. Вообще нет. Вообще все не так. Бог призвал тебя. Не ты, я нашел Иисуса. Знаете, как я недавно видел фильм один, там, американские, они бывают смеются над какими-то вещами. И вот одна христианка едет, и другую женщину спрашивает, а вы нашли Иисуса? Она поворачивается к ней и говорит, а он что, потерялся? Вот, и знаешь, и на самом деле вот эти вот фразы, нет, не мы нашли Иисуса. Он нас нашел. А значит, есть цель. А значит, ты не зря. А значит, каждое место, которое ты сейчас греешь, ты не просто его греешь. Ты признал к чему-то, что-то делать, куда-то идти, как-то двигаться. А значит, что он говорит, я свою любовь к вам доказываю. Я вас люблю. Я не просто хочу, чтобы вот это, чтобы вы что-то делали, как делал сын. Я хочу, чтобы вы пребывали в моей любви. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok